МАГАДАН 3 октября завершил свою работу в выставочном комплексе «Гостиный двор» 29-й международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021». Город Магадан представил на этой престижной профессиональной площадке уже реализуемый проект этнопарка народов северо-востока «Дюкча». Вечерний Магадан встретился с одним из участников фестиваля, с сотрудником муниципального учреждения техконтроль Даниилом Скрипоусовым, который поделился своими впечатлениями о событии. Минувшее воскресенье 3 октября в городе Москва в «Гостином дворе» произошла торжественная церемония закрытия международного фестиваля «Зодчество-2021». Магаданская область была удостоена диплома Союза архитекторов, была удостоена в смотр-конкурсе регионы России, где был представлен Центр социально-культурного разночения и парк этнических народов северо-востока «Дюкча». Несмотря на большое количество регионов, фестивали участвуют обычно в прошлом году было 9 регионов, в этом году их больше было уже 16. То есть не всем есть что показать, но в этом году так сложилось, что Магаданская область представила два проекта. В рамках фестиваля проводились различные лекции, семинары, на которых было интересно поприсутствовать, послушать. Там выступали главы архитектор Московской области и, скажем так, архитекторы из Союза архитекторов России. Проект парка «Дюкча» на фестивале активно поддержал известный профессионал, архитектор Магаданской маски «Скорби» Камиль Корзаев. Проект «Дюкча» отличается от первого проекта, который был в прошлом году представлен, «Маяк». Потому что это уже о народностях севера говорит, об их обычаях, и это прекрасно. Потому что Колыма и первопроходцы – это местные жители там. Поэтому надо отражать их быт, сохранять их быт и рассказывать о их быте. И вот этот проект, я рад, что он как раз и отвечает всем этим вопросам. Безумно. Я с удовольствием поздравляю авторов, которые представили этот проект. И надеюсь, что этот проект будет отмечен руководством этого фестиваля. В целом, экспозиция Магаданской области на форуме «Зодчество-2021» пользовалась популярностью не только у москвичей, но и у бывших магаданцев, живо интересовавшихся жизнью Магадана. В соответствии с графиком, Магаданский Гелут полным ходом асфальтирует дорожное полотно улицы Приморской. Магаданская погода благоволит дорожникам и работа кипит. Уже скоро улица Приморская станет одним из самых комфортных и благоустроенных пространств столицы Колымы. Отличительной особенностью проводимых работ является их комплексный характер. Параллельно со строительством фактически новой дороги «Горсвет» завершает установку системы уличного освещения. Фасады многоквартирных домов ремонтируются по всей улице. Как продвигаются дорожные работы, вечернему Магадану рассказал заместитель директора Гелут Константин Махалин. Сейчас на Приморской укладывается верхний слой асфальта. Потом будет установка парнюрного камня. Дальше будет подготовительная работа еще до конца разрытия. Также ведутся работы по установке парнюрного камня на тротуаре. И будет асфальтирование тротуара. Около 20 единиц спецтехники работают на всем протяжении улицы Приморской. Общая площадь асфальтового покрытия по улице Приморской составляет 6000 квадратных метров. В редакцию вечернего Магадана вновь обратились жители областного центра с жалобами на обслуживание их квартиры управляющей компанией. На этот раз адрес площадь Горького, дом 3, корпус А. Проблемы с затоплением квартиры существуют все время, пока я здесь живу. Это 36 лет. И, ну, делаются они так. Вызовем сантехников. То приедут, то не приедут. То ждешь полночи, то ночь. Ну, когда как. Затопляло очень часто. В результате, вот, меня не было. Я уже не следил за сколько, сколько затапливают. В результате они приезжали. Через мою квартиру им было очень удобно чистить. Через квартиру 24 неудобно им было чистить. Ну, а в последнее время они чистить им надоело. Они узнали, что у меня есть подвальное помещение. Вот, жал. Жанна сказала, что есть подвальное помещение. Они какого-то черта вломились в мою квартиру, вторглись в мое жилье без спроса. И что сделали? Сделали проще. Разбили трубу канализационную, государственную. И я не знаю, что там они вытаскивали, не вытаскивали. Ну, и проблема решена. Ну, почему через это? А сейчас меня заливает, затопляет. Выскакивает у меня это все. Съемочная группа вечернего Магадана посетила квартиру, обратившуюся в редакцию магаданца. Действительно, в подвальном помещении канализационная труба просто разбита. По словам хозяина квартиры, нечистоты со стояка подъезда выплескиваются в его подпол. Из-за чего портят сохранящиеся там продукты, консервы, вещи. Запах стоит, соответственно, непередаваемый. Обслуживает данный многоквартирный дом управляющая компания «Уютный дом». В рамках осуществления контрольных мероприятий член Общественного совета при ОМВД России по Магаданской области, член Общественной палаты города Магадана Юлия Домрина совместно с сотрудниками полиции посетили изолятор временного содержания. Съемочная группа «Вечернего Магадана» также приняла участие в этом мероприятии. В связи с тем, что содержащиеся в ИИС лица не дали разрешения на их съемку, их лица мы показать не можем. Что мы сделали в СИСИМ? Нет, там различные правонарушения. Это как появление в пьяном виде в общественном месте. Неуплата штрафа сейчас идет у ПМ-должник. Те, кто в свое время не платил штрафы. По линии ГИБДД, то там по 12.8-12.27 оставление места происшествия. Езда в пьяном виде тоже приравнится. Как пьяный человек на улице, так и зауперил пьяный. По словам полицейских, среди задержанных встречаются граждане, которые вновь и вновь стремятся попасть в изолятор после выхода. Объясняется это тем, что в силу череды тяжелых жизненных ситуаций они лишились жилья, работы и документов. Членами комиссии, содержащимся в ИИС, лицам задавались вопросы. Есть ли у них какие-либо жалобы или претензии, как на действия полицейских, так и на условия содержания. Никаких жалоб общественникам не поступило. В Магаданской области проходит профилактическая акция «Полиция и дети». Основная цель мероприятия – воспитание в молодежной среде позитивного правосознания, разъяснение учащимся правовых норм действующего законодательства. Сотрудники отдела МВД России по городу Магадану совместно с представителями прокуратуры, Следственного комитета, отдела опеки и попечительства мэрии областного центра провели рейд в общежитиях, где проживают учащиеся профессиональных образовательных учреждений. Стражи порядка и представители надзорных органов заглянули в комнаты ребят, проверили места отдыха и бытовые условия проживания студентов. В МВД России по городу Магадану проходит акция под названием «Полиция и дети». В рамках проведения данной акции совместно с сотрудниками опеки, прокуратуры, Следственного комитета было осуществлено рейдовое мероприятие в общежитии одного из образовательных учреждений города Магадана. С несовершеннолетними, которые проживают в данном общежитии, проведена беседа профилактического характера, разъяснена административная и уголовная ответственность. Также проверены условия проживания несовершеннолетних лиц, проживающих в данном общежитии. В ходе рейда учащиеся, проживающие в общежитии, ответили на задаваемые сотрудниками надзорных ведомств вопросы. Редактор субтитров А.Семкин